Всем привет! Я такая лохматая, потому что я только встала и хочу вам сегодня показать, рассказать о марке Fuller & Forte. Даже не знаю, как правильно сказать, российская марка или японская, но вообще в 2014 году, 2014, российская компания современная косметевтика обратилась к японской компании Million Cosmetics для того, чтобы создать, разработать инновационные продукты для лечения таких проблем, как аллопеция, потери волос, для лечения кожи головы, реконструкции поврежденной структуры волос, ну и, конечно же, активной стимуляции их роста. Вот я хочу вам сегодня показать. У меня много ухода, потому что это целая программа, программа интенсив, и я сейчас буду наносить и показывать вам все. Мне сказали, что на сегодняшний день это инновационное, вот самое все, что можно найти, инновационные, самые лучшие продукты, прямая направленность именно для лечения вот этих проблем, описанных мной выше. Я вам могу сказать, потому что для меня это уже не в первый раз, я использую эту программу, и могу сказать, что нет никаких неприятных ощущений, например, в виде покраснения, зуда, ничего абсолютно. То есть помимо того, что это такая инновационная программа, она еще и совершенно безопасная. Это мне понравилось просто в первую очередь. Давайте приступим. Я буду вам, наверное, по ходу все-таки рассказывать и наносить. Я всегда сплю с собранными волосами, потому что они мне мешают. Смотрите, какой объемчик. Сказать вам правду, это первое мое видео с немытыми волосами. Ну как, вчера я их, естественно, мыла, а вот сегодня еще нет. По-моему, такого видео у меня еще не было. Я сама себя вижу редко в таком виде, ну, когда просыпаюсь только, потом сразу иду в душ. Итак, начинаем. Передо мной инструкция, и я буду прямо по инструкции пошагово все это выполнять. Давайте сначала скажу, какая цель программы. Вы пока посмотрите на то, что у меня есть. Итак, стимулирование процессов, направленных на активацию волосяного фолликула и его формирование. Продление фазы активного роста волоса. Подавление воспалительных процессов, восстановление иммунной и антиоксидантной защиты на клеточном и тканевом уровнях в условиях окислительного стресса. Усиление микроциркуляции и реконструкция поврежденной структуры стержня. Моя программа разработана специально для тонких, ослабленных волос, склонных к чрезмерному выпадению. Ну, я эту фазу уже миновала, у меня уже нет чрезмерного выпадения. Но я буду все-таки закреплять результат. Препараты эти не содержат никаких синтетических или гормональных добавок, поэтому подходят для всех типов волос вообще. Итак, первый шаг это глубокое очищение и подготовка к интенсивной процедуре. Для этого нам нужно на сухую кожу головы по проборам нанести маску для жирных волос. Ищем маску для жирных волос. Нашли. Вот так она выглядит. Посмотрите, какая большая у меня маска. Сделана в Японии. Здесь 500 миллилитров. Вообще, я вам сразу скажу, что это вообще-то салонный уход, салонная процедура. Но мы имеем теперь возможность купить. Сложно купить, сложно найти, но я вам подскажу, где. Переходите для этого в описании. Все ссылки я оставлю там. Итак, по проборам наносить. Начну прямо вот так, середины головы. Так, наверное, мне будет неудобно, легче мне вот так наносить. Сначала сюда. Можно и щеточкой воспользоваться, но, честно говоря, мне вот так вот гораздо удобнее. Потом вот так и вот так. Равномерно распределяю легкими массажными движениями по всей голове. Вот так. Удобный дозатор здесь такой. И с этой стороны. Если у вас есть зуд, перхоть, все это должно после такой программы вас покинуть. Нормализуется процесс салоотделения. Полностью восстанавливается структура волосяного фолликула. Даже можно не мыть голову каждый день. Но для меня это неприемлемо. Я так не смогу просто. Я себя вообще не чувствую человеком, если я не помою голову в какой-то день. Поэтому этот момент мы пропустим. Мне он не подходит. Эта маска содержит салициловую, молочную и фитиновую кислоты. Поэтому она прекрасно очищает кожу головы. Причем никаких, как я уже сказала, побочных явлений. Ни зуда, ни жжения, ничего нет. Кстати, после всей этой программы волосам вернется здоровый блеск, сияние. Они перестанут выпадать. Заметно улучшается их внешний вид. И активизируется рост новых волос. Ну все. Я распределила равномерно. Теперь я оставляю на 10 минут вот так вот волосы. После этого я сэмульгирую. Но я вам этого уже не буду показывать. И все это просто вместе с водичкой по всей длине распределю. Оставлю так еще на 5 минут. И потом смою. Вот тогда я к вам вернусь. Я забыла вам показать, что нужно было еще сделать массаж. Я сделала массаж. Ну вот на эту маску прямо. Потом сэмульгировала с водой. Через 5 минут смыла. И помыла голову шампунем для жирных волос. Вот он у меня тоже такой, 500 мл. Ощущения, знаете, какие? Прям очень хорошо промытой кожи головы. И волосы такие упругие. Чувствуются под пальцами. Прям скрипят. Очень интересные, приятные ощущения. Теперь у нас третий, да, уже получается этап. То есть первое у нас с маской, которую нанесла я. Второе это то, что я сделала массаж с эмульгировала, смыла. Третий этап. Я вымыла голову шампунем для жирных волос. И сейчас будет четвертый этап. Повышение тонуса ослабленной капиллярной структуры. Интенсивное питание кожи головы, это уже более понятно. Нормализация увлажненности и сальности. Так, убираем излишки влаги полотенцем, что, собственно, я и сделала. Даже сейчас я их так трогаю, вот такие они прямо лесочки. Теперь мы берем маску для сухих волос. Она выглядит вот так. Здесь уже 250 мл. И так же наносим на кожу головы. Так же массажными движениями. Вообще, когда я первый раз это делала, думаю, как-то странно. То сначала для жирных волос маску наносим, то для сухих. Но, вероятно, производителю виднее, как следить за кожей головы. Так же массажными движениями. Можно даже сразу вот так вот наносить массажными движениями. Маски пахнут очень по-салонному. Эту маску мы наносим не только на кожу головы, но и по всей длине потом. Поэтому расход здесь будет немного побольше. По всей длине я уже сделаю вот так. Следующий этап у нас масло для волос. Вы знаете, что я не пользуюсь маслами для волос, но это нужно для системы. Почему я не пользуюсь? Потому что мне кажется, что они сушат волосы. Это такое мое наблюдение. Не знаю, правда ли это, но я так заметила. Это масло очень мне понравилось тем, что оно вообще не похоже на масло. Это какая-то водичка. Чуть-чуть с маслянистостью. Прямо очень мало чувствуется это масло. По всей длине наносим это масло. Как я думаю, нужно, наверное, расчесать прямо волосы. Потому что здесь следующий этап идет. Проработать каждую прядь инфракрасными щипцами. Но у меня нет инфракрасных щипцов, поэтому я не буду расчесывать мокрые волосы. Не хочу. Я вот так вот везде глубоко просто постараюсь, чтобы масло у меня проникло. Вот так вот поднажму. Особое внимание нужно кончиком уделить, который я собираюсь скоро отрезать. Вот. Ну, пусть пока порадуется. И потом нужно надеть шапочку. Я оставила ее в ванной. Политереновую шапочку. Можно вот так просто прочесать руками волосы. Такое ощущение, что у меня афрокосички. Вот. Все. Теперь я соберу волосы, оставлю под шапочкой на 15 минут и вернусь к вам. Иду, попью чайок. Так, смыла теплой водой, без шампуня уже в этот раз. И теперь у меня следующий этап, он уже пятый. Это восстановление блеска поврежденным волосам. Интенсивное разглаживание и увлажнение всей длины волос. Даже написано структуру волос. Вот прямо структура. Теперь берем небольшое количество нейтрального кондиционера. Вот так вот он выглядит. Они все, в принципе, выглядят почти одинаково. Вот так. Снова наносим на влажные волосы, опять-таки, на кожу головы и по всей длине волос. У этого немножко другая консистенция. Так, непонятно вам, но она более пористая, что ли. Такая. Вы, наверное, понимаете, что вот такой вот уход, особенно вот на мои тонкие волосы, несмотря даже на то, что эта программа вообще разработана для тонких волос, может сильно утяжелить. Например, однажды я сделала эту процедуру и не смогла выйти, не собрав волосы. Даже когда я волосы собрала, мне вообще не нравилось, как они выглядят, потому что они были прямо очень, ну, жирные. Такие напитанные прямо чересчур. Имейте это в виду. Написано, что если волосы очень сухие, то можно добавить еще пару капелек масла, ну, вот на кончике. Я не буду этого делать, потому что у меня волосы, может быть, и сухие, но лучше пусть они будут немного суховаты, чем так сильно утяжелены. Хотя, скорее, они даже просто более пористые. Не столько сухие, сколько пористые. Такое приятное ощущение, честно говоря, вот так, когда трогаешь волосы, просто роскошь. Кстати, если вы не смотрели мое видео, как я отрастила волосы, советую его посмотреть, оставлю внизу в описании также. Потому что у меня никогда в жизни, нет, ну, 16 лет, по-моему, у меня были длинные волосы. Да и то, наверное, не такой длинный, как сейчас. Все, оставляем на 5-7 минут и смываем, и я к вам снова вернусь. Переходим к самой приятной части процедуры. И сейчас буду наносить сыворотку. Смотрите, в какой красивой упаковочке сыворотка. Кстати, я не показала масло, оно тоже в такой упаковочке. Сыворотка очень хороша. Синенькая. Она хороша не только своей упаковкой, но и действием. Очень люблю именно эту процедуру. Так, сейчас сниму полотенце. Так, сыворотку, мне кажется, можно повторить много-много раз, потому что она очень крутая. Смотрите, набираем. Правда, быстро заканчивается, мне так не нравится. И сейчас будет интенсивная восстановительная терапия волос. Прикорневой объем, утолщение, стержни. Вот так по проборам, по капельке тоже наносим. Нужно 2-3 пипеточки. Ну вот, честно сказать, мне бы хотелось, конечно, больше так по ощущениям нанести. Но больше она быстро закончится. Поэтому вот я тоже экономлю не больше 3 пипеточек. Везде вот так распределяю. Она жидкая, хорошо распределяется. Как вы уже увидели, вот мутного цвета. Практически неуловимый аромат. Чуть-чуть. Слегка какая-то отдушка есть, даже не могу понять, какая. Но волосы от этой сыворотки становятся прямо-таки эластичными. Помассируем. Вот так приятно. Потому что прямо вот так вот гладко массируется. Активно нужно втирать и массировать именно те участки, где требуется активный рост. Например, я хочу вот здесь, чтобы у меня волосы росли. Надо вот здесь вот помассировать активно. Все. Теперь я буду укладывать феном. Ну все, я высушила волосы. Немножко размазала под глазами. Потому что красилась до этого и хотела быть покрасивее. Получилось наоборот. Смотрим не на меня, а на мои волосы. Вот тут я чувствую слегка такое утяжеление. Даже не слегка, оно такое довольно-таки сильное. Не на коже головы, а именно на волосах. Вот здесь прикорневая зона. Сегодня я, если куда-то буду выходить, я только буду собирать волосы. Вот так вот с распущенными я уже не смогу выйти. Я думаю, что если ваши волосы даже не то чтобы густые, если они у вас менее пористые, на вас этого эффекта не будет. Он именно на пористых волосах такой. Здесь волосы абсолютно нормальные. Чуть-чуть чувствую утяжеление, но они не жирные, ничего подобного нет. Я воспринимаю этот уход как лечение. В принципе, оно и есть лечение. И поэтому я на это не обращаю внимания. Потому что мне делали подобную процедуру как-то в салоне. И то же самое было, вот такой же эффект. Поэтому сегодня там, завтра я помою голову другим шампунем. И этого уже не будет. Проводить такую процедуру нужно курсом. То есть вот сейчас июнь. И с захватом на июль у меня будет 4 процедуры. Каждые 10 дней 4 процедуры всего. Повторять нужно будет 1-2 раза в год в зависимости от проблемы. Я так думаю, что я скорее всего повторю 2 раза в год. Потому что я хочу, чтобы у меня были красивые волосы. Помимо того, что я делаю эту процедуру, конечно же, у меня еще и витамины. И серу я пью, и селен, и омегу-3, спирулину. Обязательно это нужно пить. Я для себя всегда делаю анализы. Ну вот, например, на омегу, по-моему, то ли какой-то сложный, то ли вообще не существует такого правильного диагностирования. Поэтому омегу пьем все. Ну и в течение проведения вот этой процедуры и после закрепления результата я мою голову шампунем и кондиционером не каждый день. Потому что, я повторюсь, для меня это тяжелый уход, который утяжеляет мои волосы. Даже если я подбираю правильно, все равно я чувствую эту тяжесть. Мне это не очень подходит. Поэтому я чередую со своим обычным увлажняющим шампунем. Хотела сказать про название. Фулерен это переводится как молекулярное соединение. Можно много прочитать, я не буду рассказывать. Про перевод. Можно рассказывать про эту молекулу, для чего она. Ну просто все это доступно. Тратить на это ваше время я не стану. Кому интересно, можете обязательно прочитать, погуглить. Все в открытом доступе. Это космецевтика, лечение для наших волос и спасение. Я, кстати, сниму скоро видео про все свои шампуни, про кондиционеры, про весь вообще уход для волос. Все, что у меня есть, покажу. Наверное, это будет опять длинное видео, как про парфюмы. Но я так понимаю, что это более всего интересно. Это все, что я вам хотела сегодня рассказать, показать, познакомить. Я думаю, что многие просто познакомились сегодня даже с этой маркой. Если хотите приобрести, я уже говорила в начале. Смотрите описание, переходите по ссылке, используйте мой промокод. Он даст вам 10% дополнительных на покупку. Промокод моймару. Всем пока-пока.